Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите вас поприветствовать от имени Министерства науки и высшего образования. Постараюсь быстро, коротко сказать свое приветственное слово, потому что было сказано достаточно много слов и про наше направление, которое курирует Миноборнауки России, и про основные нормативно-правовые акты, которые были изданы в последнее время. Но хотелось бы еще отметить, если, честно, не заметила, прозвучала ли климатическая доктрина, которая вышла, тоже была утверждена в ноябре 2023 года, где красной нитью проходит упоминание научного обеспечения климатической политики, климатической повестки, необходимости проведения мониторинговых мероприятий, прогнозирования климата и адаптации к климатическим изменениям. И здесь на самом деле роль карбоновых полигонов достаточно велика, играет большую роль, и одно из ключевых направлений, конечно же, является создание акрарных карбоновых полигонов, которые как раз и созданы в Самарской области. И основная задача научного сообщества — это найти и установить взаимосвязь влияния климата на плодородие почвы, на почву, на в целом сельское хозяйство, и влияние почвы, влияние растительности на изменение климата. И более того, разработка таких технологий, которые позволят адаптироваться к климатическим изменениям, не теряя в производительности, и увеличить поглощающую способность наших экосистем. Это основная задача карбоновых полигонов, и я надеюсь, что удастся аграрному самарскому карбоновому полигону реализовать все задуманные планы. И на самом деле часто очень звучала идея и постулат, что климатическая повестка нам навязана, но на самом деле, да, можно сказать, что у климатической повестки есть очень сильная политическая, экономическая составляющая. И опять же, задача научного сообщества — выявить экономическую подоплеку и экономическую эффективность реализации тех или иных технологий секвестрации или повышение секвестрации, или адаптации к климатическим изменениям. И хотелось бы отметить еще одну из основных задач карбоновых полигонов — это образование. Вот те знания, которые будут получены на площадках, которые созданы и будут создаваться далее, необходимо научиться транслировать подрастающему поколению, необходимо научиться делиться опытом. И мне кажется, как раз Людмиле Владимировне, если посмотреть на количество участников текущей конференции, это достаточно хорошо получается сделать. В этом большое спасибо за то, что вы приехали, принимаете участие в этой конференции. Желаю вам дальнейших успехов!